Читаю двадцать седьмую главу книги пророка Исаии. В тот день поразит Господь мечом своим тяжелым и большим и крепким Левиафана, змея прямо бегущего, и Левиафана, змея изгибающегося, и убьет чудовище морское. В тот день воспойте о нем, о возлюбленном винограднике, я, Господь, хранитель его. В каждое мгновение напаяю его, ночью и днем стерегу его, чтобы кто не ворвался в него. Гнева нет во мне, но если бы кто противопоставил мне в нем волчцы и терны, я войною пойду против него, выжгу его совсем. Разве прибегнет к защите моей и заключит мир со мною? Тогда пусть заключит мир со мною. В грядущие дни укоренится Иаков. Даст отпрыск и расцветет Израиль и наполнится плодами вселенная. Так ли он поражал его, как поражал поражавших его? Так ли убивал его, как убитый, убивавший его? Мерою ты наказывал его, когда отвергал его, выбросил его сильным дуновением своим, как бы в день восточного ветра. И через это загладится беззаконие Иакова. И плодом сего будет снятие греха с него, когда все камни жертвенников он обратит в куски извести, и не будут уже строить дубравы и истуканы солнца. Ибо укрепленный город опустеет, Жилища будут покинуты и заброшены, как пустыня. Там будет пастись теленок, И там он будет покоиться и объедать ветви его. Когда ветви его засохнут, их обломают, Женщины придут и сожгут их. Так как это народ безрассудный, то не сжалится над ним Творец его и не помилует его Создатель его. Но будет в тот день Господь потрясет все, от великой реки до потока Египетского, и вы, сыны Израилевы, будете собраны один к другому. И будет в тот день, вострубит великая труба, и придут затерявшиеся в Ассирийской земле и изгнанные в землю Египетскую, и поклонятся Господу на горе Святой в Иерусалиме.